Пора оплатить налоги. 1 декабря завершается предельный срок для оплаты имущественных налогов за 2019 год. В этом году налоговая служба максимально упростила их плату, включив платежный реквизит, а также QR-код и штрих-код в одно налоговое уведомление. Как рассчитываются налоговые платежи, где их можно оплатить и что грозит тем, кто этого не сделает, нам рассказала заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесии Анна Дурнова. Как обычно, в ноябре напоминаем, что срок уплаты всех имущественных налогов, налог на имущество, физический, транспортный налог, земельный налог с физических лиц, необходимо заплатить до 1 декабря. Это начисленные налоги за 2019 год. Основанием для уплаты налогов служит налоговое уведомление, которое рассылается ежегодно и позднее 30 дней до наступления срока уплаты. То есть до 1 ноября все жители Карачаево-Черкесской республики, у которых есть собственность, недвижимость, земля, объекты, имущество или транспортные средства, должны были получить налоговые уведомления, на основании которых они должны до 1 декабря произвести уплату этих налогов. Налоговое уведомление могло быть не получено в нескольких случаях, если человек имеет право на льготу, соответственно, налог был обнулен после применения льготы, если человек является пользователем такого сервиса, как личный кабинет налогоплательщика, и налоговое уведомление на бумаге не поступает и поступает непосредственно в личный кабинет налогоплательщика, если сумма начисленного налога была менее 100 рублей, тогда тоже налоговое уведомление не отправляется, если только это не стекает в предельный срок уплаты 3 года. То есть есть вот такой узкий круг, в случае которого может быть не получено уведомление. Если же вы понимаете, что к данной категории никак не относитесь и должны платить налог, но уведомление по каким-то причинам не было вами получено, вы можете обратиться в любую налоговую инспекцию за его получение, можно через сервис обратиться в ФНС России, точно так же это сделать, либо, если вы опять-таки пользуетесь личного кабинета, через личный кабинет обратиться и получить уведомление. Учитывая эпидемиологическую обстановку и понимая, что некоторые, возможно, не хотят идти на почту лично за получением бумажного уведомления, если оно уже пришло в почтовое отделение, то можно также обратиться в налоговую инспекцию в любой форме, в частности, через сервис обратиться в ФНС России и запросить непосредственно идентификатор для платежа, то есть не само уведомление, а даже просто идентификатор. И по этому идентификатору потом уже совершить уплату на сайте налоговой службы, через сервис оплатить налоги, либо через личный кабинет, либо через различные онлайн-сервисы банков партнером налоговой службы. И также можно произвести уплату и в кассах местных администраций, и в том же почтовом отделении. Вариантов для уплаты налогов очень много. Если же по каким-то причинам налогоплательщик не произведет уплату налога до 1 декабря, соответственно, со 2 декабря эта сумма налога уже становится автоматической задолженностью. И сразу же со 2 декабря начинается начисление пени. То есть сумма налога исчисленного увеличивается и превращается уже в долг. И, соответственно, уже возникает немножко другая процедура взыскания. Налоговые органы сразу же будут формировать требования об уплате, то есть не уведомление такое добровольное, а требование. В требовании будет также обозначен предельный срок. Если в этот предельный срок уплата не будет произведена, будет направлено заявление в суд. И, соответственно, издан судебный приказ, который будет передаваться в службу судебных приставов. А служба судебных приставов — это уже совершенно другой механизм взыскания. Это блокировка счета и арест имущества. Поэтому мы убедительно просим не затягивать с уплатой, произвести ее вовремя в предельный срок 1 декабря 2020. Также мы хотим напомнить, что более подробно на все вопросы в части начислений, о формировании налогового уведомления, базы налоговой для формирования налогового уведомления будут освещены на нашем вебинаре 19 ноября. Он состоится также в онлайн-режиме 15.00. Ссылка есть у нас на сайте www.nalog.ru. Там есть новость о проведении вебинара. Есть код-пароль конференции. И все это бесплатно, безвозмездно. Нужен только интернет. Соответственно, мы всех ждем на этой платформе и будем готовы уже на детальные вопросы отвечать. Анна Михайловна, если человек не согласен с суммой начисленного налога, может ли он ее оскорить и как? Да, конечно, могут быть какие-то ситуации, которые не будут совпадать с суммой налога начисленного уведомления. Точно так же через все озвученные варианты направить заявление в налоговую инспекцию, направить через сервис личный кабинет, направить через сервис обратиться ФНС России, заявление, в котором указать, что я не согласен с суммой начисления, по каким-то основаниям прошу произвести перерасчет. И налоговый орган будет запрашивать информацию в электронном виде в регистрирующих органах. И, соответственно, если будет подтверждение тем фактам, которые указаны в заявлении налогоплательщика, то будет произведен перерасчет налога. Опять-таки напоминаем, что налоговый орган является пользователем тех данных, которые предоставляют регистрирующие органы, как Росреестр, Кадастровая палата, органы ГИБДД. Поэтому, если данные поступили изначально с какой-то ошибкой, то, возможно, могут быть какие-то ошибки в начислении. Поэтому можно заявить об этом. И, соответственно, налоговый орган сам запросит подтверждение. И на основании документов уже произведет перерасчет. И, соответственно, будет новое налоговое уведомление с новым сроком уплаты. Ну и общий вопрос, Санна Михайловна. Насколько жители Карачао-Черкесии охотно платят налоговое? Да, жители в Карачао-Черкесии налоговые обязательства свои по-разному исполняют. Кто-то очень добросовестный, кто-то не всегда добросовестный. К сожалению, у нас каждый год возникает задолженность после добровольного срока уплаты. Задолженность немаленькая, но в течение года мы ее отрабатываем. Если сравнивать с началом года, то задолженность по имущественным налогам снизилась. Но при этом она все равно довольно-таки высокая остается. Поэтому хочется, чтобы жители понимали, что все налоги, которые они уплачивают, они идут не в налоговый орган, не в министерство финансовое. Это не просто там какой-то мешок, который стоит и непонятно для чего используется. А это все те блага, которые мы видим вокруг себя. Это зарплата врачей, учителей, соответственно, и дороги, и прочее, прочее. Это все вся та комфортная среда, в которой мы живем, она формируется за счет тех налогов, которые уплачиваем мы с вами. И все имущественные налоги, они формируют именно бюджет того населенного пункта, в котором мы проживаем. Не только транспортный налог идет непосредственно в бюджет республики, а земельный налог и налог на имущество физлиц, он идет именно в бюджет, допустим, города Черкеска, аула Псыш, да, поселка Вильногорский, там, станицы Прегратные. То есть каждый житель, проживая в своем маленьком или более крупном населенном пункте, может формировать бюджет этого населенного пункта и получать соответствующие блага и декомфорта вокруг себя. Редактор субтитров А.Семкин